Я объясню, как это в другую сторону получается. Слева направо, в чем получается? Потому что если из трейлеров путь, который проходит в частности один раз через каждую вершину, то тогда любые две вершины где-то на этом пути лежат, и поэтому просто фрагмент этого пути соединяет одну вершину с другую. Поэтому, конечно, из трейлеров путь есть, то второе из него следует. И поэтому слева направо все получается. Но нужно еще доказать справа налево, почему если граф связен, и число вершины в четной степени давного нулю и дву, то тогда есть трейлеров путь. Ну, это по-хорошему нужно бы индукции доказывать. Так, ознакомили вы с математической индукцией? Да. Да, это уже все знают. Хорошо. Значит, тут какая-то индукция по числу вершин, наверное, по числу ребер. Идея следующая. Что вот пусть у нас есть какой-то граф. Значит, ну тогда мы начнем идти как попало. Да, не будем идти там куда-нибудь пока у нас получается идти. Давайте так. Если у нас изначально были нечертные вершины, то мы начнем с одной из них. Значит, если не было, то просто с любой вершины начнем. Ну, и тогда получается, что... Так, давайте я какую-нибудь карту покажу. Например, вот так вот. А, опять еще что-нибудь добавим. Вот такая картина. Значит, на этой картине есть линии черных вершин, а вот это вот и вот это вот. Ну и дальше начнем, например, вот из этой вершины. И будем идти куда-нибудь. Ну, например, пойдем вот сюда вот. Дальше куда-нибудь еще пойдем. Ну, например, вот сюда вот. Дальше еще куда-нибудь. Например, вот сюда. Потом еще куда-нибудь, например, вот сюда. Значит, здесь уже вариантов нету, можно только вот сюда. Значит, дальше мы пойдем вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ну и получилось, что все, мы куда-то пришли. Дальше вариантов нету, а мы еще не все пошли. Значит, пока у нас не получилось. Но, с другой стороны, что-то же мы прошли. Да, если там вообще ребер не было, то тогда понятно. Если одна вершина, то все нормально, если больше вершин, то ничего нету. Да, и в пути нету связанности. Но получилось, что вот в этих нечерных вершинах у них изначально была нечертная степень, и мы нечертое число ребер у них замкнули. Ну, а у всех остальных было четное число ребер. Мы четное число ребер прошли, поэтому осталось четное число ребер. И что же получается? Получается, что в том, что осталось, у всех вершин степень четная. Да? Было две нечетных, мы из них нечетные вычли. Они стали четными. Остальные были четные, вычли четные, тоже остались четными. Дальше все вершины остались четными. Но, возможно, потерялась связность, как вот здесь нарисовано. Ну, вот здесь после добавления вот этой штуки, после такого прохода связность исчезла. Остался один вот такой кусок и еще вот такой кусок. Ну, а дальше там, ну, довольно легко понять, что даже если граф не связен, то он распадается на связные компоненты. Да? То есть, что значит распадается? Значит, он состоит из нескольких кусков, которые все отдельно друг от друга и сами по себе связаны. В частности, то, что вот здесь вот не пройдено, разбивается на две компоненты. Вот это вот лимонечко дорисовано в какой-то момент. И вот это вот, да, вот это вот все. Это, соответственно, тоже связные компоненты. И вот к этим связным компонентам уже применяется предположение индукции. Потому что, во-первых, в них меньше ребер, ну, и на сами вершины в них тоже меньше, потому что хотя бы одна вершина должна исчезнуть, потому что там из какой-то вершины мы уже никуда не можем идти. То есть, в них меньше ребер, у них все вершины четные, и они сами по себе связаны. Потому что каждая связная компонента связана по определению. Поэтому можно считать, что для них это те ребер уже доказано. И на самом деле, как часто бывает в обсуждении по индукции, удобнее доказывать некоторые более сильные утверждения. А именно здесь следующее, что если есть две вершины черной степени, то тогда есть элеров путь, который в одной из них начинается и в другой заканчивается. А если ноль вершины черной степени, то есть элеров цикл. Да, то есть путь, который приходит в ту же точку, откуда начал. И если вот это более сильное предположение применить, то получается, что вот этот вот треугольничек можно обойти элеровым циклом. И вот эту вот всю штуку тоже можно обойти элеровым циклом. Ну а дальше идея такая, что вот эти вот компоненты связности, они должны как-то приделываться к тому, что мы уже обошли. Сейчас вот этот вот треугольничек, он вот к этой точке приделывается. Вот здесь, насколько я понял, мы проходили вот так вот и вот так вот. И это означает, что мы разрываем вот здесь вот тот путь, который был, и сворачиваем на вот этот вот цикл. И как бы встраиваем, да, встраиваем вот этот вот цикл уже в тот путь, который с самого начала создался. Ну и со всем остальным точно так. Например, вот здесь вот. Вот здесь вот тоже можно вот здесь вот разорвать и, соответственно, встроить вот этот вот цикл. Ну и вот эта вот конструкция, она на самом деле не только доказывает теоретму, но и дает уже поиск. Да, то есть это некоторая конкретная процедура, конкретная инструкция, каким образом по графу, у которого число и вершин, на углу или дает волны, который связен, найти Эймеров путь или цикл. Есть такая книжка «Радемахер. Теплиц. Числа и фигуры». Очень давно написанная. Так вот, первая ее главка посвящена вот ровно этому, но рассказано это там чуть-чуть по-другому. Просто мне это в свое время понравилось. Можно одну минуту? Хорошо. Значит, там говорят следующее. Возьмем любой граф, удовлетворяющий вот условия этой самой теоремы. То есть, нечетных решим не больше, чем две, и он связан. И в начале все его ребра объявим путями длины 1. Ну, то есть, разобьем графку на его отдельные ребра. Ага. И после этого, если у нас есть два пути, у которых общая концевая точка, то их склеиваем в один путь. Ага. При этом, в принципе, разрешено склеивать так, чтобы получились циклы. Ага. И если у нас есть два цикла, которые имеют хотя бы одну общую вершину, то их склеиваем в один цикл. Ага. Вот если секунду подумать, то становится ясно, что эта процедура, в каком бы порядке ее не проводили, завершится тем, что получится то, что нам нужно. Ну, в общем, да. Ага. Ага. Ага.